Многочисленные дебоши и практически ежедневный шум в ночное время. Такие неудобства жителям дома 25А по улице Гастелло доставляет одна из соседок. Больше всего достается Галине Денисовой. Она живет прямо под проблемной квартирой. Ее жилье соседка топила уже шесть раз за три года. Последний случай произошел в пятницу, 12 августа. Я уже сколько раз с ней ругалась и все, но никаких мер. Мы просим изолировать нас от этой жительницы, просим вас убедительно. Иначе нам самим придется менять квартиру. Также жильцы сетуют на то, что им приходится делить между собой коммунальные платежи этой соседки. Так как счетчики в его квартире не установлены и квитанции она не оплачивает. Но рассказать о своих проблемах они решили после того, как ночью разрушили клумбы под их окнами. Валентина Лырчикова лично посадила цветы и ухаживала за ними. Поэтому этот случай стал для нее настоящей трагедией. Это произошло неделю назад. Эта неделя, вот видите, уже все высохло. Эта неделя так стоит. Я пыталась с ней объясниться. Она двери вообще никому не открывает. Я ее поймала на улице. Как, говорю, так можно? Ты никогда ничего для дома не сделала. Тогда хоть убери, если твои друзья. Я считаю, что это она должна отвечать. Раз такие друзья к ней приходят, она их остановить не может. Она мне пообещала убрать. Ну вот видите, за неделю все уже засохло, все высохло, все утоптали. Как будто здесь стадо баранов послось. Решать проблемы с соседями, мешающими спокойной жизни, горожане могут через дежурную часть отдела МВД России по городу Копейску. Она работает круглосуточно. Можно сообщить лично, придя в дежурную часть, которая находится, город Копейск, улица Ленина, 62, или позвонить по телефону 02-98-822. Напоминаю, что дежурная часть работает круглосуточно. Также за помощью в решении аналогичных проблем можно обратиться к своим участковым. Они ведут прием в опорных пунктах три раза в неделю. В понедельник и субботу с 16 до 18 часов и в среду с 10 до 2.